Телеканал КРТ представляет. Ну, кстати, заметьте, вот я это говорю, и мне кричат, ах, сепаратист, ах ты такой. Когда говорят там всевозможные, известный вам Остап Дрездив, который у вас тут недавно буянил в студии, или всевозможные Андруховичи и прочее, Гордоны, то нормально. Оказывается, они не сепаратисты, хотя говорят то же самое, пусть даже из других позиций. Но они тоже, они кричат, не просто никогда не вернется, но ни в коем случае нельзя возвращать, правильно? Ну, заметьте, почему-то сепаратисты. Я, дончане, но не они. Тоже странный подход на самом-то деле. Нет, я на самом деле думаю, что все, этот поезд ушел уже, и чем больше людей гибнут, в том числе мирного населения, тем больше этот разрыв, чем больше вводят всевозможных блокад между Донбассом и Украиной, тем, конечно, эта пропасть уже расширяется и расширяется. Это, заметьте, Украиной она расширяется, украинскими властями она расширяется. То есть, когда нам говорят о том, что Зеленский озвучивал в прошлом году, в конце прошлого года, что вот гривну надо вернуть туда. А, это даже не гривна, а рубли, значит, надо прекратить каждый день. Простите, ну так, а с какой стати там появились рубли, кто-то помнит? Это появились они после того, как Украина отрубила гривну, правильно? То есть, а какой выбор был, чем людям надо было платить-то деньги, зарплаты и прочее? То есть, если сама Украина отказалась туда гривну поставлять, ну так, вариантов было только три, по большому счету. Либо начать печатать там гривну, я думаю, что Украина на это не очень обрадовалась этой перспективе. Либо свою какую-то валюту печатать, либо рубли. Ну так, а что, а другого варианта Киев, по большому счету, не оставил. То есть, это Украина сделала все для того, чтобы пропасть между Донбассом и самой Украиной расширять, расширять и расширять. Так что, в этом плане вариантов нет. Я, вы знаете, как только были подписаны вот эти минские соглашения, я сразу сказал, полностью, в полном объеме, в этом самом варианте их все равно выполнить невозможно. Вот я так сразу сказал тогда и, в принципе, согласен с этим и сейчас. Но надо понимать, ведь ради чего эти соглашения? Там же прямо сказано. Ради того, чтобы вот Киев садился за стол переговоров с руководством этих самых непризнанных республик. То есть, налаживал диалог о правилах мирного сосуществования в дальнейшем. Соответственно, и договариваться о том формате этих взаимоотношений, модальности выборов, как там сказано в этих минских соглашениях и так далее. Киев на это не пошел и кричит до сих пор. Нет, мы на это потить не можем. Ну так, простите меня. А в чем тогда смысл в дальнейших разговорах и переговорах? Да, минские соглашения, это была попытка принуждения Украины к прямому диалогу с теми, кого она считает мятежниками, повстанцами, боевиками, как угодно их называйте. Но это, по сути дела, представители этого самого региона. Вы же смотрите, как, опять-таки, никакого противоречия вроде не находят. Одни и те же люди нам кричат 5-6 уже лет, да, там российская армия, там мы воюем, значит, с российскими наемниками. И тут же, как вы вот заметили год назад, вот сейчас будет как раз годовщина, начинается выдача паспортов, и вы верно заметили, в первую очередь силовым структурам, тем самым представителям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Так подождите, оказывается, они получают российские паспорта? А где все эти истории о том, что там сплошь российские наемники, российские военнослужащие, зачем же российским военнослужащим выдавать российские паспорта? Никаких противоречий не видят украинские пропагандисты, там, националисты, которые кричали, что они якобы воевали все эти годы с боевиками российскими. Оказывается, вы смотрите, это были до недавнего времени соотечественники украинцев, обладатели паспортов Украины. Вы посмотрите, кого недавно убила славная украинская армия, вот эту девушку Мирославу, юную, еще молодую, перед которой вся жизнь впереди. Она ведь гражданка Украины, она не получала ни паспорт ДНР, ни паспорт России, у нее был единственный паспорт Украины. То есть погибла от обстрелов украинской армии гражданка Украины, и кто-то выразил соболезнование, сочувствие. В тот день, когда ее хоронили в Горловке, Зеленский был на линии фронта, даже не упомянул о ней. То есть как будто и нету этих жертв среди мирного, подчеркиваю, украинского населения, пока еще украинского. Это на самом деле одна очень большая такая проблема, я думаю, что именно и эта проблема лежит в основе того, что этот конфликт не разрешится. Потому что вот есть все-таки очень большой пласт именно военных преступлений, которые совершены как с одной стороны, так и с другой стороны. Но даже вот если вот брать с нашей стороны, нету никаких даже попыток их расследовать. Если мы вот возьмем даже бомбардировку Луганска, штурмовиком С-25, если мы возьмем других много, вот даже вот та женщина в Горловке. То есть мы вот видим, как систематически с нашей стороны военная прокуратура не делает никаких шагов для того, чтобы привлечь к ответственности людей, имена и фамилии которых прекрасно известны в военной прокуратуре. Потому что вычислить это просто элементарно, буквально там следователю час-два надо, чтобы понять пофамильно, кто конкретно стоит за тем или иным военным преступлением. Если, например, брать штурмовик, это вообще элементарно, потому что там не может просто самолет очутиться в небе с боевой, так сказать, нагрузкой и еще и куда-то стрелять. То есть для этого просто приказано. Если бы куда-то, а то же прицельный выстрел по объединению областного администратора. Конечно, конечно. То есть как вы вот полагаете, если не расследовать вот эти военные преступления, вообще можно ли надеяться на то, что этот конфликт хоть как-то решится? Потому что я понимаю, что с той стороны, ну на самом деле тоже могли бы, наверное, какие-то шаги в этом направлении сделать. Но если их не делает Украина, официальная власть, то даже вот в направлении этого войти в диалог даже со структурами на неподконтрольных территориях. Если они в рамках Минских соглашений общаются, так почему они не могут решать, каким образом привлечь к ответу именно военных преступников? Пускай даже с обеих сторон. Но почему нет? Если вот конкретно есть факты, то почему не пытаться найти вот конкретно виновных в гибели граждан Украины, которые никаким образом к военным не имеют отношения? Вот почему вот с вашей точки зрения мы наблюдаем вот такую ситуацию? И конечно же на эту тему просто запрещено говорить в украинских СМИ. И вот сейчас, когда мы даже ее просто обсуждаем, то это уже крамола. Да нет, ну так вы, в общем, прекрасно знаете ответ на этот вопрос. Потому что действительно тогда встанет вопрос, с кем же воюет там Украина, украинская армия. А кажется, что совсем не с российской армией, не с российскими воинскими частями и не с Российской Федерацией. То есть именно поэтому этот вопрос долго еще будет табуирован на Украине. К моему большому сожалению, рано или поздно я уверен, что военные преступники ответят за свои преступления. Но, к сожалению, пока многие из этих преступников и людей прямо ответственных за гибель этих людей находятся, в том числе и во властных коридорах на Украине, конечно, никто всерьез не будет разбирать все эти преступления. Ну вот вы упомянули этот инцидент, трагедию 2 июня в Луганске, 2 июня 2014 года. Ну ведь все мы изначально понимали. Все. И с той, и с другой стороны. О том, кто стрелял, откуда. И ОБСЕ вывод сделал. Конечно, это самолет обстреливал. Ну ни у кого нет. Ну вы же помните, как украинские СМИ дружно стали кричать о том, что это кондиционер взорвался. Разорвав на части людей, которые рядом находились. Я просто был на этом месте. Там памятник стоит сейчас. До сих пор люди с ужасом вспоминают. Ну а потом, помните, прошел там года 2-3, и Антон Герасченко заявляет, ну а что вы хотите. Ну нажал пилот на гашетку случайно там, значит, и прочее. Ну то есть оказывается, кто врал, а кто говорил правду-то все это время. И никто не будет ничего расследовать, пока вот эти самые Герасченки сейчас сидят во всех этих кабинетах, министерствах и тому подобное. Мы это тоже прекрасно понимаем. Помните, как нам кричали, там обстреливали колонну, значит, мирно-украинскую. А потом кто-то у вас, начальник Генштаба, заявляет, ну да, по ошибке обстреляли своих и так далее. Ну и что? Кто-то понес ответственность за это. А байки вот эти все пророссийские обстрелы, они что, забыты на этом? Да нет, конечно, никто не соблюдает. Ну вот сейчас, смотрите, в Мариуполе суд отпускает, по сути дела, бандитов, убийц. И все понимают, что это убийцы, которые там семью поставили на колени и расстреляли в зоне Донбасса, значит, под контролью. Нет, они расстреляли, они зарезали по очереди. Ну, казнили, по сути так говорит, казнили. И что, вы же помните, что в суде, в решении суда написано? За что снисхождение такое? Почему не сидят люди за зверское убийство? Ну, они же участники АТО, кто ж их посадит, кто ж их будет расследовать? Пока, конечно, такой подход существует, говорить о вообще каких-то перспективах мирного диалога очень сложно. Но рано или поздно, через год, через два, через пять, через десять, я не знаю, при этой власти, при следующей или так далее. Но в любом случае нам же придется договариваться о неких правилах мирного сосуществования. Не может подобный конфликт продолжаться веками. И мы знаем случаи в истории, когда вчерашние враги, противники, заклятые враги становились союзниками, друзьями и лепшими партнерами. Но для этого нужно, конечно, пройти очень долгий период. И в первую очередь, Украина рано или поздно должна все-таки осознать, с кем она воевала там все эти годы.